дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейген life сегодня четверг 9 июня время 21 час одна минута и мы проводим стрим назвали вот так в ожидании передышки там обнадеживающие с олегом жданному проводим олег рада вас видеть добрый вечер вот маленькое буквально объявление у нас алексей арестович такой микрокомандировки поэтому сегодня эфира в 22 часа как обычно каждый день вот сегодня не будет завтра он будет это точно поэтому тем кто у нас подтягивались просто на эфиры алексей арестович мы конечно ждем вас и сейчас эфир будет не менее интересным как говорится но есть фанатский кухоли для это я бы я в этом не сомневаюсь это все да да но это хорошо хорошо пусть пусть я как бы должен приобщать медленно при политике это называет ядерный электорат точно точно но он нам нужен 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 поэтому люди подходят и мы как бы рады всех видеть на всех стримах особенно с олегом ждановым ну в общем вот так конечно ссылки на этот эфир размещается как он стали с тех группах подписывайтесь на конфиге like например мы перевалили полтора миллиона а вот на канал олега жданова вы еще возможно кто-то не подписаны поэтому по ссылке его имени мы поставим ссылку на канал олег жданова в youtube подписывайтесь и там ну что тогда приступим смотрите олег вот все эти скан так не мы обсуждали у себя и на других каналах я видел это обсуждение что в общем скажем так наступательные действия предприняла российская армия причем по трем направлениям но главное естественно север донецкой и черту вокруг а вот там и изюм упоминался и на бахмут и все остальное потом как-то резко все это застоприл такое ощущение что день или два или три даже информация была горячей а потом она то ли действительно захлебнулась наступление то ли оставила его высу то ли там что-то произошло такое пошли пошли не пошло они остановились то есть ожидание превышала реальность скажем так потому что нам уже когда-то же надо вот и тем не менее случилось нечто что ну это не говорит о том что войска сильно отошли как бы их покинуло желание продолжать это мы не знаем что там происходит но внешне это выглядит как в общем неудавшаяся попытка резко решить оперативно решить вопрос с захватом север донецкая перерезанием дороги на лисичанск значит создание некого буфера который станет плацдармом для дальнейшего выступления от авдеевки на запорожском и праве вот эти вкопанные васильевки 30 вроде бы танков т-62 вот все это вместе вот если целиком как бы вы оценили что это такое бы я так думаю что пришло осознание того что резерв исчерпан и если командиры вы старшие начальники не совсем глупые люди то они прекрасно понимают что если пусть бросить последние остатки в в атаку и она захлебнется то может быть серьезная контратака и тогда сдерживать натиск допустим тех же вооруженных сил украины на будет нечем кстати вот интрига со вчерашних суток сохранилась это куда ждели из войска запорожского направления до куда до у вас в эфире алексей ристоич сказал что они пошли англозом но я бы пола я предполагаю что они пошли не на херсон они пошли в сторону северодонецкая и вот на сегодняшний это же легко ну почему запорожского направления да это дальше чем на херсон но дело в том что на херсонском направлении там незначительное продвижение наших войск и там мы просто расширяем плацдарм там не проводим, ну, будем так говорить, массированных атак. Мы просто атакуем на отдельных участках. А вот северодонецкое направление, они, скорее всего, будут усиливать и, скорее всего, сейчас эта пауза может немного подзатянуться и она превратится в перегруппировку войск. Дело в том, что поступила информация о новой дедлайн. Уже не 10 июня, уже 22 июня. Дедлайн, который ставят российским вооруженным силам? Да, вооруженным силам. Да. И причем две, это два таких мессенджера было озвучено. Первое, то, что дедлайн продлен до 22 июня на взятие северодонецкое. И второе, то, что Дворников на месте. А, то есть него не поменял Житков? Нет. И он его не поменял, он его усилил. И Житкову дали северодонецк. А Дворников командует, руководит всей операцией. Вот такая пришла информация. Ну, я тоже сомневался, что в принципе понимаете, дело в том, что, ну вот я служил очень долго, и даже в советской армии практически половина службы прошла. Я скажу так, что клеймо или штамп службы в политорганах, он накладывает отпечаток на человека. И даже несмотря на всю предыдущую карьеру боевого офицера, если он тут немного... А как какой накладывает? Это не... Ну, это что? Ну, они они становятся они становятся идиотами, я бы сказал, заангажированными идеологически. Понимаете? Послушал с идиотами, как показывает... Нет, нет, нет. Именно идеологически заангажированными людьми, и они начинают видеть мир через призму идеологии. Вот замполит, он всегда выходит и начинает разъяснять, что, как, почему. Несмотря на то, что он вчера еще был командиром. Но его уже поставить на командира, это уже не будет тот командир. То есть по этой причине Житков вряд ли мог сменить Дворникова на такой масштаб? Да. Так что Дворников пока что выборивает себе право, скорее всего, поменять Герасимова на... в кресле начальника генерального штаба, но это если будет успех операции. Мы же понимаем. Они, кстати, они, кстати, оба генералы армии. Да, это достаточно. Это звание достаточное. Да, и Дворников единственный из командующих округов, кто имеет звание генерала армии. Вот поэтому я думаю, что, скорее всего, идет подготовка к перегруппировке войск. Они стягивают войска. Сейчас на подходе мы видим там эшелоны идут с техникой. Возможно, какое-то количество личного состава они подтянут. Ну, пару тысяч, что точно. И они будут формировать новую группировку, которая через пару дней, дней через пять может начать штурм Северодонецка. Повторный штурм. Именно Северодонецк. Не главным направлением перерезать дорогу условно на Лисичанск и тем самым взять в котел. А именно захватить во что бы то ни стало Северодонецк. Вот я пытаюсь понять. Ну, вы его захватили. Так? Ну, я думаю, смотрите, с точки зрения военной, Марк, вы рассуждаете абсолютно правильно и логично. Я бы тоже бросил все войска на перерезание трассы. Причем, если соединять Лиман и Попасную, то это как раз граница Луганской области. Абсолютно. И может продать это гораздо лучше и устроить второй Мариуполь. Сказать, ну, заявить. Но, но есть же политическое руководство в этой войне. Поэтому я думаю, что они будут разделять усилия. Может быть, может быть, они поступят разумно с точки зрения военной, но я думаю, что политика все равно будет превуалировать и они Северодонецк будут штурмовать. Ну, просто, а какие здесь риски для них? Ну, вот взяли они Северодонецк, вообще вопросов нет. Вот вы его взяли, вышли на границу города, вытолкнули ВСУ, и что? Дальше как двигаться? А дальше получается? Не означает, что они побежали, прям вот побежали и вообще заняли все пространство между Лиманом и Красным Лиманом, ну, Лиманом и Попасной. Это же ни одно из другого не следует? Нет, конечно же, не следует. Тем более, что у них на пути станет река Северский Донецк. Но, я думаю, что они постараются сделать из этого политическую победу. Может быть, даже они опустят тот факт, что, допустим, есть еще Лисичанский, есть еще там 3% территории Луганской области. Но сам факт, что они берут вторую столицу области, первая Луганск, понятно, Северодонецк вторая, вот этот, на это они могут опираться. Для идеологической подоплеки, я думаю, им этого будет вполне достаточно. А уже потом начинать наступление от Изюма для того, чтобы заходить на Донецкую область с северной стороны. А, все-таки, решив эту задачу, все-таки выход к границам Донецкой области не снимает? Конечно, не снимается. Тем более, что это же объявлено и Донецкая, и Луганская область, они заявлены как более уточненные, как они говорят. или, я бы сказал, наверное, дифференцированные задачи этой войны. Это первый этап Донецкая, Луганская, а дальше они же оглашали, генерал Мизинцев тогда огласил замкомандующего по центральным военным округам, он сказал, второй этап это Николаево-Одесса и выход на Молдову. То есть, проект Новороссия живет и процветает. Нет, так это понятно, но там же гораздо сложнее будет вот этот решить вопрос, взять Славянск, Славянск, Краматорск, это же, ну, это будет гораздо сложнее, чем Северодонецк, насколько я могу судить. Да, все правильно. Так, ну, вот, даже вы же обсуждали в эфире, они что делают, они мост восстанавливают, железнодорожный мост в Купянске они восстанавливают, а это говорит о том, что им нужна, им нужна железная дорога для переброски войск. И сейчас мы вот получаем разведданные, что там с района Уссурийска идут эшелоны, ну, там, правда, в основном артиллерия показана на эшелонах, но они везут сюда еще технику. Так что они будут формировать, и как раз, если так рассуждать, то к 22 июня они добавляют себе еще 12 дней, почти две недели, то, может быть, они и попытаются, если соберут соответствующую группировку. Кстати, вот тоже интересный факт, вот те десантники, про которых вы тоже говорили в эфире, которые там генерал Кутузов, да, пытался поднимать ватар. Якобы, нет, не проверено, это говорил Алексей, но мы не знаем. продолжение истории их отправили в Россию. А, потому что они не хотели и даже Кутузов они отказались в дальнейшем участии в боевых действиях. Там был сходный... Ну, вот, извините, что я все время перебиваю, мы убеждем от темы, Олег, а потом люди начнут, а, вот вы там не развили тему, а мы ждали. Вот, Кутуз, насколько вы считаете, что может дойти до такого, что генерал на передовую, на передок пришел в окопы и, ребята, вы что, нам надо к такому-то числу, вы что, ну, накрыли, да. Погиб он в результате, видимо, там, накрыли то ли артиллерии, возможно, да, мы рассуждаем. Но, насколько это вообще помогает, вообще это может решить задачу, когда генерал выходит в окопы к офицерам младшим, к солдатам. Нет, я думаю, Марк, я думаю, что это немного утрированный рассказ, на самом деле он просто приехал в расположение этой части. И приехал, с инспекцией, конечно, приехал на командный пункт с ящиком огурцов для командира и для всех его заместителей. то есть, поднимать боевой дух через обычную фразеологию российского офицера. И просто ему не повезло, что попал под огневой налет нашей артиллерии. Тем более, что у нашей артиллерии теперь возможностей побольше и стреляет она теперь подальше. Поэтому командный пункт, допустим, если это был полк, какой там, 79-й, по-моему, десантный воевал, или 76-й, точно не помню, то накрыть командный пункт для нашей артиллерии это святое дело. Вот он, скорее всего, на командном пункте и попал под раздачу. Но я очень сомневаюсь, что он там пошел в боевые порядки, там, сынки, родина-мать зовет. Я тоже сомневаюсь. Вот я поэтому и говорю, что это вряд ли, потому что они же из другого слеплены, нынешние генералы. Это вообще по-другому все работает, мне кажется, потому что, так сказать, ну, во-первых, они считают, а зачем? А во-вторых, что рисковать? Да и потом, а что я тут, а что дальше-то? Вы смеете, что ли? Генерал в атаке не ходит? Ну, там есть один нюанс. Дело в том, что управляемость с войсками падает в связи с тем, что очень низкий уровень воинской дисциплины, соответственно, падает управляемость с войсками. И вот эта волна как бы на ступеньку, знаете, я бы назвал это такой шаг на ступеньку вниз. То есть, в генеральном штабе гонят инспекторов в штабы армии, штабы армии гонят своих инспекторов в штабы дивизии или бригад. И вот таким образом на фронте появляются высшие офицеры в генеральском звании, которые пытаются разобраться, почему войска стопчутся на месте, почему не выполняются те задачи, которые поставлены. И в результате попадают за счет это самое, за счет того, что дальнобойность артиллерии, реактивной артиллерии, ствольной артиллерии, они попадают под огневые налеты и гибнут на полях сражений. Но это не те генералы, как, допустим, погиб командир 150-й дивизии под Мариуполем. Вот он, понятно, погиб в боевых порядках своей дивизии, потому что он понимал, что если он не возьмет какой-то объект в Мариуполе к какому-то, как всегда, дедлайну, то его просто снимут с должности. В результате он погиб. Ага, то есть все-таки такие имеют место. Вы понятие? Ну, почему это так подробно обсуждают, когда гибнут генерал? Получается, когда принимались решения о начале операции 24 февраля, ну, так называемой операции войны с Украиной, принимал ты его, конечно, Путин. Это очевидно. А воевать генералом, понимаете? И не абстрактно, как-то там, из генштаба над картой склониться, а вот прям вот так, ты езжай, давай, прям туда. Вот как вы говорите, он спустился на Нонецк, получается, ступень Кутузов-то, если он дошел до фактически там рубежа. Ну, до полка он фактически дошел. До полка дошел, спрашивается, а зачем это ему, вот лично ему это надо? Ну, приказать к дарам, да. Это дань обстоятельствам. Дань обстоятельствам. И поэтому так уже и 12 человек, говорят, генерал погибло. Не, ну, есть, вы же не путайте, есть вот как Кутузов приехал в качестве проверяющего, а есть же генералы, которые войсковые, которые головой отвечают за выполнение поставленной задачи. Вот тут он сам идет в боевые порядки, потому что он понимает, что если он не выполнит, его снимут. А если его снимут, это же конец карьеры. Вот. Поэтому, вот, поэтому они и вынуждены. То, что приезжают проверяющие с верхних штабов, это само собой. А вот те боевые, и войсковые, точнее, генералы, и старшие офицеры, они вынуждены идти в боевые порядки, они вынуждены разбираться с командирами батальонов, с командирами, может быть, даже РОД, там, критик, это самое, или бодритик, матор, и объяснять им, где и как Родина их любит, чтобы они поднимали солдат в атаку. Это Получается, что его сняли в СУ, сняли с должности. Да, получается, в СУ его сняли с должности. Это правильно. Ну да. Ну что ж, нас смотрится почти 90 тысяч человек, 22 тысячи поставили лайки. Всем, кто подтянулся к нашему эфиру, ребята, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, везде, где можно. Особенно в России, те, кто смотрит через VPN, знаем, что это проблема для вас, но тем не менее, через мессенджеры друзьям, всем остальным пересылайте эфиры. Там, куда-нибудь можете анонимно положить в одноклассники, пусть подергаются там вата. Тоже интересно, кстати, за реакцией подблюдать. Вот смотрите, получается, что почему именно дата 22-ое или 20-е числа, взять Север-Занец, связано ли это с возможностью начала все-таки робкого, но усиливающегося этого ленд-лиза из Америки вооружения, а в частности РСЗО, про которое столько говорят, все остальные виды тяжелой бронетехники. То есть, они готовятся к моменту, когда это все поступит, понимая, что дальше будет тяжелее. Может, они будут дальше гнать, вопросов нет, но это будет гораздо тяжелее, как мы это понимаем, с обывательской точки зрения. Подтвердите или опровергните наше соображение, как эксперт, вам расскажите. Ну, скажу так, что первое, они не могут без конкретной даты, без дедлайна. Это, мне кажется, старое, тяжкое наследие Советского Союза, что к какой-то дате надо приурочить какие-то действия. И они действительно, на мой взгляд, они спешат, потому что прекрасно понимают, что вооружение, которое придет, оно будет не четыре там, допустим, тех же Хаймарс или МЛРС, а их может быть там 10 или 20, там может быть, допустим, дивизион, реактивный дивизион 18 пусковых установок. А это существенно меняет. Существенно меняет. Конечно. Конечно. Один реактивный дивизион. Сказал, всего 20 штук-то, 20 штучек на весь фронт, а подише-то? Нет, так на весь фронт нет, а вот на отдельно взятом направлении, вот смотрите, мы же практически, ну, что мы собрали? Мы собрали примерно бригаду артиллерийскую, четыре дивизиона, и как они резко поменяли ситуацию вокруг Севера Донецка. А теперь, если добавить сюда реактивный дивизион, а как правило, артиллерийская группа так и составляется, три-четыре ствольных дивизиона, один реактивный. И реактивный дивизион решает задачи в ближайшей глубине обороны противника. То есть, где-то 40-50 километров мы начинаем контролировать глубину оборону противника. А в этих 40-50 километрах находятся резервы войсковые, запасы войсковые, командные пункты и узлы связи. Причем командные пункты уровня дивизии армии. Ага. И узлы связи. А личный состав, личный состав, вот представим, мы просто хотим понять, вот как работает это МЛРС, потому что все МЛРС, МЛРС, вот говорят, что разлет что-то там четыре метра. Правда, не правда? На расстоянии, это, наверное, от расстояния зависит, на которое ракета полетела из этого, значит, РСЗО. Вот, техника понятна. По квадратам, по координатам попали конкретно в танк, в артиллерийский расчет вместе с орудием, там, в склад, в эти ящики со снарядами. Это мы понимаем. Вот они просто детонировали, взорвались, все, значит, трупы лежат. А если, например, там, не знаю, как личный состав, который не на передовой, а там где-то... В районе сосредоточения, да? Да, в районе сосредоточения. Вот это, попадая туда, ракета там, пусть даже с отклонением, там, не знаю, в метр, два, три, четыре, как она убивает? Масштабнее, чем, не знаю, там, какие-то иные средства? Или нет? Вот артиллерийский снаряд. Просто понять, насколько будет кратно увеличено, значит, число погибших конкретно. То есть, чего им бояться? Каких потерь? Дело в том, что для таких сосредоточений войск используются ракеты с шариковой начинкой. Когда вольфрамовые шарики разлетаются на очень большую площадь, и достаточно две ракеты, чтобы накрыть пару гектаров. А шарики мелкие, их очень-очень много. Шарики мелкие, их очень много, они твердосплавные, и они пробивают броню. Там до определенной толщины они легко пробивают броню. Ну да, а человек как масло проходит. Да, а человек, они проходят как масло. Вот за счет таких боеприпасов... Поражающий эффект сильнее. Сильнее, да. Или, допустим, если отсутствует такого типа боеприпасы, то на сосредоточение, допустим, батальона выпускается 4-5 ракет. То есть, ну, практически пакет, 6 ракет. Они гарантированно накроют, и потери будут значительные. Почему? Потому что в районах сосредоточения в ближайшей... Как правило, если это лес, лесополоса, то окопы не роются. И времени на отрытие окопов для укрытия техники нету. Считается, что лес защитит. Но, как правило, потом получается, что это открыто расположенная техника и личный состав. Идиоты. И вообще, вы заканчиваете это все? А если не 20, если прежде 60, идиоты? У вас вообще ничего не останется. По идее, должно прийти где-то полторы-две сотни. Ну, хотя бы. Больше ста, то точно должно прийти. Ну, потому что, я думаю, что меньшее число вряд ли мы заявляли. Судя из тех задач, которые перед нами стоят в третьем этапе войны, имеется в виду в контрнаступлении, то надо формировать где-то как минимум три реактивных бригады. Это штук 150 должно быть. Нас уже 105 тысяч человек смотрят, и мы всего лишь в эфире 22 минуты. Те, кто подтянулся, сами знают, что надо делать. Смотрите, Олег, тогда давайте, то есть мы выяснили, что, безусловно, техника повышает первое, самое главное, потери противника, и личный состав, и техника, ну, в общем, все. Повышает просто кратно, как я это теперь понимаю. Вот с этим мы разобрались, потому что, значит, ну, все как-то абстрактно имеют представление, но люди не эксперты, не военные, так сказать, МЛРС, МЛРС, что за МЛРС? Лучше разобраться в этом окончательно, как говорится. Дальше. Значит ли это, что, допустим, превосходство на отдельных направлениях, личным составом, и даже бронетехник, пусть даже устаревшего, который в Сусурийск едет, она не дает больше преимущества, в этом случае, если такие поступят средства, вот, с таким поражением дистанционным, не дает больше преимущества и не позволяет, собственно говоря, вести, ну, активные наступательные действия, то есть, ну, я не знаю, там, по километру хотя бы в день, по два, по пять не дает возможности, или же это, ну, как бы, да, влияет, но они пригонят еще, и, ну, и ладно, там погибло тысяча человек, да и бог с ним, а мы еще две тысячи пригоним. Вот, как они будут маневрировать, когда это произойдет? Вот, как это по военной практике? Ну, я думаю, что количество пригнанных людей здесь не будет уже играть роли, здесь будет играть роль, насколько, насколько мы сможем вести контрбатарейную борьбу. Если мы подавим артиллерию противника, вот, с помощью МЛРС и ствольной артиллерии, если мы выиграем артиллерийскую дуэль, то пехота не поднимется просто в атаку. Они, ближний бой, ближний бой с нами, они не потянут без поддержки артиллерии. Без артиллерии и бронетехники? Ну, естественно, без артиллерии и бронетехники. Так, а если с помощью РСЗВ выигрывать артиллерийскую, контрбатарейную борьбу, то часть артиллерии потом выделяется на поддержку пехоты. Если они решатся подняться в атаку, то тогда их уже будет наша артиллерия останавливать, в первую очередь. А уже потом будет ближний бой. вот на чем основывается. И не важно, две тысячи они пригонят или три тысячи они пригонят. Но, во-первых, их надо будет развернуть. Все равно они сводятся к тому, что вместо них, они же воюют парадигмой Второй мировой войны. Они все ищут деревню Прохоровку и все ищут вот это поле для огромного танкового сражения. А этого ничего нету. А поля нету. И получается, что батальонно-тактическая группа одна наступает, а вторая и дышит спину. Нельзя поставить два вместе, потому что плотность людей будет просто не вписывающаяся ни в какие рамки. Вот почему еще и получается, почему вот говорили про конвейеры, вы в своих эфирах как с Алексеем говорили, что они две-три батальонно-тактические группы мы громим, они их выводят и на их место тут же заводят. А всего там сидит порядка двадцати-двадцати пяти батальонно-тактических групп. Они не могут их развернуть и ударить одним бронированным кулаком, там снести нашу оборону и продвинуться вперед. Не та война. То есть получается вот все это отжившие тактики, которые перестали работать с учетом поправки на двадцать первый век, на более современное вооружение и на скажем так иную вообще тактику ведения войны и боя, потому что я так понимаю, что офицеры ВСУ там есть среди них тех, которые прошли, ну скажем, выразимся так, переподготовку совершенно других армий, в других местах. То есть кто-то, я не знаю, Веспоинт, не Веспоинт, но наверняка инструкторы же долгие годы работали. И Веспоинт у нас есть. Мы проходили обучение у нас практически очень много. Я помню данные на семнадцатый, по-моему, год, да, когда вот американцы начали уже так конкретно помогать нам в плане реформирования армии, так вот тогда первый вопрос, который они задали, подождите, полторы тысячи офицеров прошло обучение в различных вузах стран-членов НАТО и в НАТОвской структуре. Давайте, где они? И потом это было поднято на щит, и у нас сегодня подготовка офицерского состава идет именно АО, соответственно, мы перевели учебные заведения на методики подготовки НАТО. И если мы говорим, что у нас в двадцать первом году количество учений было, по-моему, одиннадцать учений войск НАТО на территории Украины с привлечением вооруженных сил. То есть практика закрепления, практическое закрепление всех этих навыков мы проходили непосредственно уже на учениях. В принципе, сегодня война засад и война маневра. Вот основные два апологета сегодняшней современной войны. Ну так это все и объясняет, собственно говоря, многое объясняет, почему все это раз за разом захлебывается и все эти по глобусу даты назначения к датам захвата они перестали вообще хоть какой-то результат приносить. Они там а они вот как они в российском командовании это понимают, что вот больше нету этих выпускников общевойсковых академий, которые, значит, были элитой типа советской, ну и постсоветской по сути. Там сейчас только моление на общевойсковую. А что это совсем все по-другому, что вузы, ну то, что мы называем военные учебные заведения НАТО и американские, британские и так далее, что они получается осовременили вообще школы свои и дали, передали этот опыт и эти знания украинской армии. То есть, это еще не только наличие поставленных вооружений, но подготовленные офицеры. Они там это понимают или же, скорее всего, они считают фигня? Мы тут как бы зарубежствуем. Я думаю, что они не понимают этого. И, кстати, для них это необъяснимое явление. Почему? Потому что было очень маленькое окошко, когда начинались вот эти контакты с НАТО. Помните, когда Путин говорил, давайте уступим в НАТО. Вот тогда я понял. Походу в 2000 тут многие привилищи. Это была такая фраза промежда. Он, конечно, хитрожопый очень. Он это пытался продавать потом еще лет пять. Но это не была какая-то серьезная, но он это сказал. Да, но, понимаете, то, что он сказал, это как бы оставим в покое полбеды. Вопрос в том, что в войсках это вылилось в то, что часть офицеров, небольшие группы офицеров, они ездили, я помню, что мы даже у нас были совместные, нас собирали в одну группу белорусов, россиян и украинцев. И мы в НАТО там участвовали в конференциях. Но это еще было вот в те времена. Это еще Кучма был президентом. И да, тогда вот какая-то часть офицеров, она слушала тоже эти же лекции. Но это были первые обзорные лекции о методиках применения общевойсковых подразделений, танковых, специальных подразделений. У нас, кстати, в российской армии тоже была попытка, вот когда после Второй Чеченской войны начали появляться и новые методики, как ведение боя общевойсковым подразделениям, я помню это еще. Это при Сердюкове. Да, вот правильно, при Сердюкове была попытка сделать вот эту реформу. И у нас она потом затормозилась тем, что нас прокинули, у нас затормозилась, когда в 2008 году нам обрубили поход в НАТО, потом была задержка с Януковичем, а потом после 2014 года у нас это все возобновилось. А в Российской Федерации это вот практически умерло, не родившись. Сердюков что-то попытался ввести, но на тактическом уровне, я не знаю даже закреплено это сегодня в боевых уставах или нет, но все остальное основа боевых уставов осталась старая, советская. И поэтому они вернулись к классике и это самое, как любит у вас показывать Элистоевич, твою мать. Да, это он вообще мастер, мастер. К сожалению, они к этому и вернулись. И вот эти вот пока, и смотрите, как у них получается, пока обратная связь не сработала, пока личный состав не понял, что их просто гонят на убой и не отказался идти в эти лобовые атаки, они же их так и гнали, как стадо баранов. И только потом они вспомнили, что ладно, раз люди не хотят идти, значит, надо применить что? Огневой вал. Давайте артиллерию, давайте авиацию, давайте будем наносить огневое поражение и таким образом будем выбивать из позиций. Как Дворников говорил, был какой-то телефонный перехват, он разговаривал с одним из представителей этой так называемой Донецкой Республики, я говорю, что вы сидите, выносите их с позицией, просто выносите. Вот это метод постановки задач командующего округа. Просто выносить с позицией. Берите людей, выносите их с позицией. Трясно, трясно. Вы понимаете, я почему так углубляюсь в эту тему, потому что как раз таки в этот период, вот пока был Сюльдюков, ну его снесли, конечно, по другим причинам, но он жулик, как все, то есть он ничем не отличался, такой же жулик, как все, окружил себя этой стайкой любовниц и так далее, но его и не приняли. Его считали пиджаком, ну как министр, Шойгу тоже, в общем, по большому счету тоже ведь не принимают, по большому счету. Но с ним было сложнее, потому что он действительно затеял вот это вот все, попытку какой-то там реформы, и это не понравилось старому генералитету. Генералитету. Да, потому что в какой-то момент появились молодые офицеры после как раз второй Чеченской войны, вы удивитесь, они начали изучать интернет, доступ к интернету же есть. Помните, как в советские годы, ты пойди его на распечатки, там часовой стоял у ротаторной машины, там распечатали, да, да, делать, пять разрешений. Заголосование. Да. И это в штабе, это ты паде, это не то, что там где-то там внизу, это в полку, наверное, где-то ротаторная машина. Поправьте меня, если не так. А то и в дивизии, не знаю. Ну тогда это была большая проблема. А тут ты, вы посмотрите, офицер-то может, ведь молодой офицер, ну, выпускник училищ, то есть он зашел в интернет, ну, знает язык, не знает через переводчик, интернет же появился, изучает методики, а как там, а как что. Казалось бы, ну, открывается поле для творчества, и это, как это ни странно, вот, ну, понятно, что в частном порядке ты дома, что захотел, ты открыл, но попытаться это как-то где-то чего-то реализовать, заикнуться об этом, это быстро пресеклось, потому что занимается, контрразведка, департамент ПСБ, они это все накрыли, что не надо ничего, как это, вы там изучаете, что методики НАТО, результаты учения, а какая-то литература, как-то она есть в интернете, при желании на английском, ты ее найдешь, им запретили в дискредитационном порядке делать, я просто знаю, мне это офицеры рассказывали, да ну нафиг, я лазить туда не буду, потом вызывают, говорят, а ты зачем это, НАТО, ты что, может быть, ты что-то там как-то, ты шпион, да, ты на кого работаешь, да, ты что-то там изучаешь, ученик, ты смотри, у нас на карьеру, да, какая тебе карьера, кто тебя знает, ты можешь это, погоны-то чужие носишь, вот, и как бы люди как-то отвалили от этой вот, военной теории, всего такого, там, попытка обмена опытом, чего-то такое, где-то, и даже в чатах очень свободные нравы были, офицерские чаты есть, офицеры между собой что-то обменивают, сейчас это все, это давным-давно накрыто, там, везде присутствует контрразведка, и она, завязанцы, военный контрразведка, и это не пошло никуда, и вот мы видим сейчас результат, то есть, грубо говоря, то, что мы говорили до войны, что вот, имейте в виду, будет вот так, да, никто не представил масштабов, но, никто и не верил на той стороне, они же говорили за 72 часа, ну, хорошо, эта тема еще требует дальнейшего углубления, мы как-нибудь обязательно к ней вернемся, она больше теоретическая, а вот смотрите, какой еще вопрос, ну, вы видите, как развивается в Черноморском бассейне, вот этот кризис продовольствия, вызванный действием Москвы, значит, всего остального, давайте разберемся, во-первых, первый вопрос, действительно, если снять минирование, о чем настаивает российская сторона, публично об этом заявляет, вот вы, говорит, уберите корабли, пожалуйста, пусть идут, это действительно будет представлять угрозу, там, Одессе, вот то, что говорил Мизинцев, и так далее, потенциальных десантом, со Змеином, или чего-то, и что это, в принципе, невозможно сделать без, ну, ущерба для обороны, с моря, для, для, остающихся при Черноморских портов, там, и Одессы, и дальше, какие остаются за Украиной, просто снимает, ну, барьер для, возможно, так сказать, высадки десанта, или что-то в этом роде. Дело в том, что снятие минного поля на фарватере входа в порт, мы практически оставляем порт голым и открытым. А вот так. Так они, наверное, специально это и хотят. Ну, конечно, они настаивают. Так, самое интересное, то, что Российская Федерация заминировала акваторию Черного моря, особенно в районах, где проходят основные торговые пути, где ходят сюда. Они же, как правило, лоции составленные, и они ходят по одному и тому же примерно маршруту, там, плюс-минус. И навигация же таким же образом построена. Вот. Так они помалкивают о том, что акватория Черного моря-то заминирована. А кто проведет конвои? Они-то знают проходы в минных полях, потому что они их вставили, и карта об минных полей находится у них. Но они при этом требуют, чтобы мы открыли полностью, сняли минные поля и открыли вход в порт. Нет, Украина, в принципе, даже и на это согласна. Но мы говорим, ставим простой человеческий вопрос. А кто нам даст гарантии, что Россия этим не воспользуется? Да никто не даст. В ходе операции погрузки, это же не один день погрузки, а если там сокогруз, он 30 тысяч тонн берет на борт, так сколько его грузить будут? Не 4-5 же. Это если там в ускоренном темпе, да, и он потом, он зашел, потом он загрузился, загрузился, и потом он вышел. Если это, допустим, если это конвой, то этот сухогруз стоит на рейде и ждет, когда остальные конвой соберется. А порт открыт. Заходи не хочу. Вот в чем проблема-то лежит. В том, что никто не хочет дать гарантии, что Россия не воспользуется открытием наших портов. Да чего стоят эти гарантии? Пустое место. Нет, так мы спросим, чтобы это была третья сторона, понимаете, дала гарантии, не Россия дала гарантии, мы не верим. Турция дала, ну и что? Но никто, даже Турция не хочет брать на себя такую ответственную... Ну потому что она плюет на все, Москва, и чихать она хотела. Да, вот поэтому такая вот ситуация с зерновым кризисом. Тогда, тогда вопрос следующий. Вот, поговаривают о поставке ракет британских, вот, и Гарпун, и там вот уже и какие-то и иных стран ракеты, которые имеют значительную дальность именно для морских целей, которые поставляются в Украине. То ли поставляется, то ли будут поставляться, то ли уже какое-то количество есть. Вопрос такой. Если дойдет до острова, кто это исключает? То есть, вплоть до. Ну, мало ли. А вот наличие этих ракет может обеспечить Украине возможность уничтожения Черноморской флотилии вооруженных ВМС России. Они могут уничтожить эти ракеты по целям пущенные, что бац и нету Черноморского флота. Просто мы такое уже видели в случае с другими кораблями, в частности Криси. Ну, если мы говорим о комплексе Гарпун, то да, мы можем потопить. При наличии этого комп... Кстати, уже наличие. Сегодня министр обороны Резников подтвердил, что ракетные комплексы Гарпун находятся в Украине. И я скажу, что как только начались активные разговоры о том, что Гарпун будет поставлен Украине с дальностью пуска гарантированной у него 280 километров, так вот российская эскадра отошла на 300 километров от нашего побережья. Понимаю это. Конечно. Конечно, это понимаю. И вот, кстати, но даже наличие комплекса Гарпун не дает гарантии. Представьте, если идет конвой сухогрузов, да, и российский корабль боевой пристраивается в строй конвоя. Мы же не будем... Да, надо же попасть в него еще для того, чтобы не повредить. Это раз. И второе, это же, если мы открываем огонь, то как возрастает цена страховки сухогруза, фрахта корабля. Понимаете? Вот еще вопрос. Поэтому, а вообще реально с ракетами Гарпун, да, у нас есть... Там, кстати, были разговоры о том, что надо дать количество ракет примерно по количеству кораблей в эскадре, плюс там какой-то запас процентов 10. Даже такой вопрос обсуждался. Сколько же ракет давать в комплекте комплекса? А сколько вообще в Черноморском бассейне с дислоцированием, скажем, в Крыму прежде всего в нем судов Черноморского флота? Ну, приблизительно вообще. Недоточное. Нет, я вам скажу практически почти точно. Можно по Википедии проверить. Значит, боевой состав флота составляет порядка 100 единиц. 100 единиц? Да, а это все там включая боевые катера. А вообще флот 850 плавсрез. Плавсрез. Но в Черноморском бассейне только 100? Нет, это в Черноморском бассейне вот это весь Черноморский флот. Но в 850 входит все и корабли обеспечения, и корабли обслуживания, точнее, суда обеспечения, суда обслуживания, спасатели и так далее и тому подобное. То есть, всего плавсрез где-то около 850, а боевых кораблей и катеров около 100. То есть, угрозу представляет именно 100, потому что все остальное это корыто. а все остальное это обоз. А угрозу представляет да, вот этих 100 кораблей и катеров. А если допустить, что у Украины появились бы ракеты, гарпун ли, какие модификации, не знаю, которые бы били на 300 километров. Ну, тогда не на 300, наверное, на 500, чтобы достать до Новороссийска. До Новороссийска. Чисто теоретически, я сейчас не говорю, что это так и будет, но уничтожение Черноморского вот этого флотилии в 100 боевых кораблей, оно возможно? В принципе, да. Ну, не всех 100, потому что из этих 100 есть катера, малоразмерные катера, но они боевые. Вот. А именно все, что, допустим, водоизмещением там от тысячи тонн и более, то вполне возможно. Включая подводные лодки в тот период. Дело в том, что Черноморский флот, дело в том, что бассейн Черного моря это безъядерная зона. И в Черное море не могут входить корабли даже с атомной энергетической установкой. И, соответственно, в составе Черноморского флота нету таких кораблей. Все корабли дизельный ход, дизель-электроходы. Вот. И подводные лодки тоже дизельные. А, не атомные. Нету атомных. А дизельная подводная лодка должна периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов, когда заводится дизель и нужен воздух. Она не может работать на своих запасах под водой. Дизель только в надводном положении запускается. Интересное замечание. для того же ракетного комплекса «Гарпун». Ее точно так же засекают и точно так же поражают, как обычный корабль. Это очень существенное замечание. Хорошо. Скажем так, а вот через Босфор и Дарданеллы, которые якобы, я не знаю, вот сейчас продолжают быть закрытым проход для военных судов, российских военных судов, которые Турция перекрывала. Или же сейчас это как-то немножко меняется и что-то происходит? Нет. Турция в этом плане молодцы. Надо отдать им должное. Они держат слово. И, по-моему, три или четыре российских боевых корабля находятся в Средиземном море. И до сих пор не могут... По-моему, посчитали, там, если они войдут, залп ракетами «Калибр» увеличится на 24 ракеты. Вот. Но Турция до сих пор не пропускает военные корабли Российской Федерации. Кстати, Россия притянула часть корветов с Каспиа по Волгодонскому каналу. Они пригнали несколько корветов для того, чтобы увеличить количество ракет в залпе вот именно «Калибров». И потом у них возникла проблема. Некоторые экипажи ввиду технической неисправности этих корветов отказались выходить в море и перемещаться. То есть, они не весь, не всю Каспийскую флотилию привлекли в состав Черноморского флота для усиления их ракетной мощи. Я прошу уточнить. Это значит, что у них ограничены возможности по использованию вот этих ракет для обстрела в территории Украины? И они пытаются это как-то решить или что? Да, они пытались решить. Вот смотрите, залп, допустим, флотилии составлял 70 ракет. Точнее, даже больше. 54 плюс 32 точнее, 32 плюс 16 да, 70 ракет. После гибели крейсера Москва на 16 ракет залп уменьшился. То есть, 54 ракеты можно выпустить одновременно с флотилии. Они усилили частью корветов с Каспийской флотилии, чтобы добавить количество пусковых. И Россия, кстати, вот буквально недавно поднимала вопрос еще раз, когда начинались первые переговоры в Турции, ну вот между Россией и Турцией, то Российская Федерация поднимала вопрос, чтобы Турция пропустила эти три кабеля, которые на 24 ракеты увеличат количество ракет в общем залпе. То есть, имея 70 заряженных пусковых установок, ты можешь сделать массированный ракетный удар. А 54 установки уже меньше. То есть, на каждую цель может быть меньше количество ракет, меньше эффективность. Но Турция не пропускает. Часть корветов Каспийской флотилии оказались технически неисправны. Там, кстати, экипажи этих корветов писали открытое письмо Путину и Шойгу. По поводу того, чтобы была такая информация, чтобы их не подвергали жизни опасности, потому что корветы технически неисправны. А сейчас они додумались, но это вообще, конечно, из области фантастики, что они додумались. Видимо, либо техническое состояние средств ПВО из кадры отвратительное, нерабочее, либо оно очень старое, немодернизированное. Такое же, как сами корабли, а там основная масса кораблей по 40-50 лет. Так вот, они ставят на палубу Тор-2 и привязывают его к палубе и он несет дежурство по защите с воздуха этих кораблей. А не разнесет он их выстрелить? Нет, Тор нет, Тор не разнесет, там ракеты попроще, но даже есть документальное подтверждение, моряки выложили фото в социальных сетях, где к палубе эсминца привязан стальной проволокой, как на железнодорожной платформе, крепеж, привязан Тор-2М. А, ну они боятся из него стрелять, потому что хер знает как. Нет, они его спас, а так, они не то, что, нет, они не боятся, а он выполняет функцию ПВО этого корабля, вот как. То есть не работает, либо оно не обеспечивает безопасности без крейсера Москва. И они себя прикрывают вот таким вот образом. Единственный нюанс, вот я как военный понимаю, что, ну, во-первых, Тор не рассчитан скорее всего засекать цели и вести по ним огонь в условиях морской качки. Он же смотрит сектор неба, а если, ну понятно, радар вращается, в секторе, а если еще радар качается в секторе, то что он увидит? Размытое пятно на экране? Да, это интересно, интересно, но это для специалистов, но обыватели тоже хотят знать, поэтому наши зрители очень интересуются, судя по чату, все это им нужно, они все это сами анализируют, и в общем все не лишнее. Нас уже почти 160 тысяч человек смотрят, больше 52 тысяч поставили лайки, спасибо огромное, значит попадем куда-нибудь в тренды, это больше увидят, может кто и посмотрит с той стороны, скажет, а зачем нам это все, может быть как бы снят, свернем эту компанию, по бабам, по бабам, как говорится, по ресторанам, по забегаловкам и так далее, и прекратим всю эту значит историю, которая нужна только одному дедушке, который одной ногой в могиле, судя по всему, и так далее, тем не менее, подписывайтесь на канал Фиггин Лайв, обязательно подписывайтесь на канал Олега Жданова, по ссылке на его имя, на его имя в описании к этому видео, вы можете туда пройти, и смотреть эфир, конечно, там, смотрите, Олег, мы уже 49 минут, у нас так последний отрезок остается, давайте как-то все-таки, ну, позволим себе не только, ну, прежде всего с военной точки зрения оценим вот эту суету относительно европейцев, потому что мы это тоже обсуждаем все время и с Арисовичем, значит, с затяжкой поставки прежде всего немецких вооружений, не дайте мне соврать, действительно, немецкие, ведь тяжелые вооружения очень хорошие, танки, бронетехника, артиллерия, ну, что говорить, ну, технологическая традиция, никуда не попрешь, умеет дать оружие делать, что да, то да, и, как говорится, тут даже любой, как бы, непрофессионал понимает это все прекрасно, на ваш все-таки взгляд, значит, первое, является ли вот это шантаж, не поставкой, поставкой, вот это вот все со стороны немцев, прежде всего, и других, таких же, так сказать, меньше, конечно, Франция, меньше Италия, но все-таки, прежде всего, Германия, это все-таки попытка не дать Украине получить еще большее преимущество по части технологии, да, мясо против железа, как я это называю, для того, чтобы решить свои политические задачи, насколько эти вооружения критичны для контрнаступления, например, вооруженных сил Украины, на этих участках, которые мы с вами вот сейчас обсуждали, там, и Северодонецк, и Херсон окружения по возможности, там уже в 20 километрах века бы находится вооруженные силы Украины, там, Запорожский направлен оккупировать возможные там позывы Минобороны РФ к наступлению и так далее, вот как бы вы это оценили именно немецкие поставки? Но немецкие поставки, скажу так, что я думаю, что вряд ли мы получим немецкое вооружение, вряд ли, конечно, это скорее всего это политика самого Шольца, и возможно он негласно, он не может в этом признаться публично, но негласно он все-таки продолжает политику Ангела Меркель, недаром уже он был у нее помощником, когда она была канцлером, особенно на последней каденции, вот, недаром они завязаны на, кстати, издание Билд фактически напрямую обвинила Меркель и Шольца, что они отмывали российские деньги, создавали финансы, финансовую пирамиду, поэтому я думаю, что Шольц сделает все, чтобы это вооружение не попало в Украину, для нас это будет потеря, допустим, ну, я думаю, что две бригады, как минимум, мы могли бы вооружить этим вооружением, и для нас это, конечно, будет, ну, будем так говорить, не смертельно, но больно, единственное, что нам придется это вооружение компенсировать за счет поставок, может быть, того же, либо в рамках Ленд-Лиза, либо в рамках военно-технической помощи кого-то из других стран, поэтому, ну, мне кажется, что именно, именно сама стиль поведения говорит о том, что он будет продолжать политику Меркель. Ну, то есть, все-таки компенсация возможна, но она, скажем так, американская, возможно, там есть аналогичные вооружения. Там есть аналоги, мы можем получить те же Абрамсы в разных вариантах модификации, мы можем получить те же Брэдли, бронетранспортеры, мы можем получить те же М109А1 в качестве, ну, вместо панциря, может, что-то получше, чем М109А1. Ну, кстати, вот очередная партия, буквально вчера, по-моему, было сообщение о том, что очередная партия Гаубиц М3С7 была отгружена в самолеты, они легкие, они довольно компактные, и эти самолеты должны вот в ближайшие дни доставить их в Украину. В смысле, из Америки отгружена партия? Да, да, из Америки отгружена. А что идет из Германии вот сейчас, в принципе, какой-то пехотный, опять каски, бинты, что они там? Нет, кроме денег ничего. Ничего? Есть немножко гуманитарное в медикаментах, там вот в этих самых, в кровоостанавливающих пакетах, а так в основном только финансовая помощь. Ну, Германия, получается, вроде как откупается деньгами, и все. Ну, правда, суммы, конечно, там значительные, но тем не менее, иногда бывает так, что нам важнее все-таки вооружение, чем... Ну, конечно. Я говорил, когда эти, помните, обещали гепарды? Да, гепарды. Это ж войсковое ПВО, это то, что вот нас крайне было необходимо, потому что российская авиация очень сильно работает по нашим позициям, и нам надо защитить наших... Но ни гепарды, ни леопарды, как я их назвал, этот немецкий зоопарк где-то потерялся, и так он до нас не дошел. Нет, это очень важный вывод, потому что многие говорят, что маневрируют, маневрируют, но все-таки там додавят его политические степи. Нет, посмотрите, как он парирует удары даже той же оппозиции, даже на заседании правительства. Он просто вышел, сказал эту речь ни о чем просто, да, толкнул, и все, но остался при своем мнении. Ты посмотри, как, а все так возлагали надежду в первые недели, он так изображал, изображал, и подише ты. Нет, ну я скажу, что его речь в Давосе она заслуживает уважения, потому что в Давосе он... Ну а за словами не следуют дела. Дела, а дела... И на митингах выступал, кричал, мы накажем Россию, мы за Украину, ну и... и... и ничего. А БОС и ныне там. К сожалению, такова... Ну, кстати, вот, кстати, на... в поведении Олафа Шульца я бы, наверное, вписал это в учебники по... это самое, по дипломатии. Классический вариант политики двойных стандартов. Ну да, 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 да. Да, абсолютно. Абсолютно. Ну, что делать? Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы почти 56 минут в эфире. Нас смотрят 170 тысяч человек. Я благодарю всех, кто присоединился к нам сегодня. Напоминаю, что завтра будет эфир в 22 часа с Алексеем Арисовичем. Он сегодня тут в каком-то по своим делам. Мы благодарим Олега Жданова. Всегда рады вас видеть. Многое, кстати, прояснилось, потому что мы все по верхам, по верхам, а тут надо иногда в детали опуститься. Так что спасибо вам огромное, что приняли участь в нашем эфире. Как всегда, прошу всех ссылки на этот эфир и отвечать в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах. Обязательно подписываться на канал Олега Жданова по ссылке на его имя. Ну и на канал Фейгин Лайв. Всего всем доброго. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова